Дворце спорта Тут было сразу несколько интерактивных зон с подвижными играми для самых активных и ловких. Любители творить своими руками могли бы участвовать в мастер-классах, которые организовали специалисты МБУ «Энергия». Ребята раскрашивали деревянных рюшек для елки, мастерили уникальные елочные игрушки из фетра, мишуры и еловых веточек, а также делали забавные новогодние ободки с ушками. Словом, скучать не давали никому. Многие маленькие зрители пришли на елку главы Ленинского района не в первый раз. Я сюда приехала, чтобы получить новогоднее настроение. Много радости, чтобы все дети радовались, что есть настоящий День Мороз. Детей развлекали аниматоры в костюмах любимых персонажей. Правда, в сказочных героев перевоплотились не только они. Среди маленьких гостей были замечены белочки, Человек-паук и принцесса. Я очень люблю принцессу, и если елка, я всегда наряжаюсь принцессу. С наступающим Новым годом ребят поздравил не только Дед Мороз и Снегурочка, но и глава Ленинского района. Мы взрослые стараемся сделать все для того, чтобы в нашем районе вам было весело, хорошо, комфортно. Позвольте мне вас поздравить с наступающим праздником, пожелать вам всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов, чтобы новогодние каникулы принесли вам много радости, чтобы вы их провели с пользой для дела. Затем началось представление. Сказку «Сокровища главного волшебника» по традиции подготовили сотрудники театральной студии «Твид». Помогали им участники хореографической студии «Мозаика» и школы-студии «Тодос». Кроме театрального корректива здесь задействованы еще сотрудники районного центра и культмассовый отдел. И привлечены сюда также службы социальные, образование, парк города «Видное», центральный парк. В общем, весь район делает елку главы для того, чтобы дети получили удовольствие. Всего в этом году главную елку Ленинского района посетили 3,5 тысячи ребят. Все унесли с собой отличное новогоднее настроение и сладкие подарки.